здравствуйте мальчики и девочки студенты и студентки конический маятник очередная задача вот конический маятник пожалуйста конический маятник могут быть разные вариации до конического маятника ну допустим вот как то вот так вот два этих шарика могут начать вращаться и неважно короче начинаем решать задачу вот иногда нужно правильно расставлять акценты для того чтобы не вызвать улыбочки или смех так сказать в аудитории начинаю читать небольшой по размерам вот короче небольшой по размерам шарик масса м движется по окружности в горизонтальной плоскости находясь от вертикальной оси вращения на расстоянии а вот вертикального из вращения то есть он находится вот на таком расстоянии вот это вот расстояние у нас будет а вот она шарик удерживается двумя нитями угол между которыми 90 градусов 90 градусов верхняя нить составляет с осью вращения угол косинус которого равен 4 5 косинус этого уголка равен четырем пятым сил натяжения верхней нити в три раза больше чем нижней значит вот здесь я напишу 3t а здесь у нас будет просто т через т обозначаю натяжение нити вот так вот ну прежде чем решать эту задачу нужно задать вопрос а вопрос звучит так найти силу натяжения верхней нити вот это вот сила натяжения до верхней нити все так 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 силу натяжения верхней нити это первый вопрос но прежде чем я начну решать задачу давайте посмотрим вот сюда косинус угла альфа 4 5 так 4 5 то есть это означает если я нарисую прямоугольный треугольник и здесь у нас будет 4 будет этот уголочек альфа да то косинус угла альфа равен вот здесь 4 а здесь 5 ну значит здесь 3 поэтому более правильно нарисовать вот каким-то образом вот так вот тогда да 3 4 5 не просто так об этом здесь сказано да вот поэтому я сразу запишу что синус угла будет равен 3 5 конечно этот уголочек можно найти взяв калькулятор но в данной ситуации этого делать на мой взгляд совершенно не нужно ну вот значит вот этот шарик будет вращаться вот так вот вот ведь нарисовала это радиус вращение ось x выберу сюда по направлению к центру ось y ну естественно перпендикулярно можно вниз можно вверх ну давайте вверх посмотрим ну и что нужно сделать а нужно сделать вот что найти проекцию каждой силы то есть натяжение на ось x и на ось y ну понятно что прежде всего тут будет сила тяжести что это такое внутренние накрест лежащие значит у нас будет 3t на косинус угла альфа а что здесь вот смотрите вот этот мисипусенький треугольничек ну если этот угол альфа тогда этот будет бета но это ведь тоже прямой угол значит вот этот уголочек тоже альфа тогда проекция этого вектора t на ось y вот она а это будет t синус угла альфа что происходит по оси x а по оси x у нас будет вот одна сила и другая сила то есть это у нас будет 3t синус угла альфа а это у нас будет t косинус угла альфа видите как получается кстати говоря вот когда начинает вот эти вот всякие вектора да я говорю запомните два предложения больше ничего не нужно вот потому что физики должны вот эти два предложения сидеть в голове их сейчас скажу для того чтобы найти катет который лежит против угла нужно гипотенузу умножить на синус а катет который лежит рядом с уголком нужно гипотенузу умножить на косинус вот я это и делаю вот это рядышком с углом гипотенуза 3t умножая на косинус ну это сказать должно быть у любого физика который учит учится решать такие задачи но как-то на автомате проезжать просто-напросто это несложно сделать поверьте мне ну вот и все давайте посмотрим что будет происходить по оси и грек потому что мы ищем натяжение нити да вот найдем т почему бы и нет значит что пишу 3t косинус угла альфа а ведь по оси и грек движение никакого нет это означает что по оси и грек как бы этот шарик по оси и грек находится в состоянии покоя находится в состоянии покоя ну смотрите вот я вращаю его он же у на меня этот шарик по оси и грек не движется вот как то вот так вот нет он вращается горизонтальной плоскости вот значит тогда могу записать что сумма всех сил будет равна нулю это означает что все силы которые смотрят вверх равны всем силам которые смотрят вниз значит 3t косинус альфа будет равняться т синус альфа плюс mg да перенесем вот это т синус сюда 3t косинус альфа минус т синус альфа это будет равняться mg вытащим т за скобочки тут будет 3 а вот теперь вместо косинуса напишу 4 5 до так что дело а ну правильно теперь минус 3 пятых почему минус 3 пятых потому что синус альфа равен 3 пятых это все равняется mg но значит то смотрите 12 пятых отняв 12 пятых отнимем 3 пятых будет 9 пятых то есть 9 пятых т равняется mg но отсюда уже будет следовать что натяжение нити будет равно 5 девятых м же но это нашел натяжение нити да спрашивается задача вот здесь какое будет натяжение но в три раза больше то есть натяжение вот это вот ти верхней и ниточки вот этой будет равняться 15 девятых м же вот все то есть натяжение нити так сказать верхней нити мы нашли следующий вопрос найти угловую скорость вращения найти угловую скорость вращения так значит натяжение нити я оставлю это 5 девятых м же вот и давайте начнем соображать что же дальше будет угловая скорость спрятана вот здесь вот как бы по оси и почему а потому что 3t синус альфа плюс т косинус альфа чему будет равняться что так вращается то есть здесь есть центростремительное ускорение значит м омега квадраты умножить на радиуса радиус кстати говоря нам да ну вот и все значит что я делаю смотрите я записываю обращаю внимание что тут тату друг имеется ну да значит друг дробь поставлю и напишу 3 место ты пишу 5 девятых м же вот м же тоже числителе м же а тут а место оставил для синуса а тут будет три пятых вот вся плюс место ты опять пишу 5 девятых м же ну пусть так будет а теперь умножая на косинус умножая на четыре пятых равняется м омега квадрат умноженное на радиус о что тут получается трижды 3 9 и тут 9 сократил 5 и 5 сократил тут будет просто м же да м же за скобочку это будет единица плюс пять четыре двадцать сорок пятых м омега квадрат на массы сразу убираем 20 сорок пятых на пять делится да это будет четыре девятых четыре девятых то есть же а здесь я должен единица прибавить четыре девятых 9 девятых плюс четыре девятых будет 13 девятых же равняется омега квадрат умноженное на радиус но думаю понятно да что такое единичка тут-то 9 стоит значит 9 на 9 получили 13 девятых же она отсюда будет следовать что угловая скорость которую мы с вами ищем просто-напросто будет квадратный корень из 13 9 9 тут будет же а тут будет артантарам вот все задачку решили ну тут можно знаете в конце так сказать показать что омега будет одна треть здесь с девятки вытащил квадратный корень а тут будет 13 же делю но это это выражение это естественно одно и то же вот все хорошая задачка и конечно нужно знать как ее решать все всем доброго до свидания до новых встреч а